Привет! Сейчас хочу рассказать о том, как я работала, где я работала и каким образом я пыталась как-то выживать. Фактически я попала в трудовое рабство и не ожидала никак, что работа окажется столь тяжелой и вредной. Находясь в Детройте, я иногда делала видео, я не знала, буду выставлять это куда-то. Возможно, я сейчас его поставлю в этот блог. Как говорится, почувствуйте разницу. Продолжение следует... Привет! Я хочу рассказать о том, как я попала в грёбаный Хамтрамк. Я даже не знаю, как правильно Хамтрамск, Хамтрак. Мне всё равно, как называется этот город. У меня трое взрослых детей. Трудностей в жизни было столько, сколько не описать, наверное, но работу я не боюсь. Когда первый раз я пошла на работу, я думала, что я одену петлю на шею. Вот сейчас я сижу такая очень красивая. Да, такая девушка. В нормальной жизни я очень любила моду. Я занималась фитнесом. У меня красивая фигура. Я накачана была. Я приехала сюда с гелевыми ногтями. Сейчас у меня ногти до безобразия все сломаны, сточены. Я вот специально не сняла маску. Я в ней работаю. То есть, что значит уборка? Мы обслуживаем дома. В основном это дома индусов. Бывают очень грязные дома. Но ради справедливости нужно сказать, что есть очень чистые, очень интеллигентные люди, индусы, которые благодарны за это. Это адская работа. Это двухэтажные дома. Я не знаю, как индийские семьи сюда попадают. Вот я живу в Хамтрамске. В общем-то, это яма США. Я не думала, что США, для меня это будет поселение индусов. Здесь люди, в общем-то, разных национальностей, но индусов очень много. И нужно быть очень внимательным, прежде чем сюда приехать. Я обслуживаю дома. То есть, я, так сказать, их чищу. Это двухэтажные дома. Где на втором этаже, например, огромная ванная комната. То есть, что это значит? Это душевая кабина со стеклами. Джакузи. Два умывальника. Туалет. Ну, квадратов 20. На этом же этаже еще одна ванная комната. Может быть, третья ванная комната. Все это нужно дочищать до блеска, чтобы на зеркале не было ни одного пятна. Джакузи. Это огромная ванна. Я кину там фотографии, что вообще это такое. Туда залазишь с ногами. Очень много волос. Почему-то эти женщины, извините, линяют. Буквально волосы выдираешь из канализации, из состоков. Это белый кафель. Весь в волосах. Его нужно собрать в душевые кабины. Вымыть до блеска. Там замерзает мыло. Не все средства берут. Вот я постоянно в маске. Это постоянно хлорка. Это очень страшные химические всякие способы для удаления грязи. И все это физически очень страшно тяжело. Тем более для людей, которые имеют какое-то образование, которые не подготовлены к тому, куда они едут. К сожалению, об этом хамтрамски в интернете ничего нет. И говорить об этом не хотят. Люди, которые здесь работают, в основном те, которые из Украины, они об этом не хотят говорить по многим причинам. те, которые здесь живут и имеют такой бизнес. Он называется клининг. Это как бы уборка. Они заинтересованы в том, чтобы приезжали женщины и занимались этой грязной работой. Люди, которые занимаются этой работой, они, может быть, имеют какие-то цели, может быть, имеют долги, может быть, хотят заработать, действительно, открыть свой бизнес. Но люди, которые вот просто хотят посетить Америку и попробовать, что это, они не владеют полной информацией. В общем-то, это трудовое рабство, потому что выехать в Америку стоит больших денег. Для каждого по-разному, но это минимум 3000 долларов. Что значит 3000 долларов на Украине? Хотя люди тратят значительно больше деньги. Это может быть и 5, и 8, и 10 тысяч. которые нужно будет отдать. В основном эти деньги берутся в долг. От химии, которую мы используем, у женщин со временем начинаются всякие разные болячки. Выпадают волосы. Фу-фу-фу. Я здесь недавно, поэтому как бы со мной все нормально. Я надеюсь, что я это выдержу и смогу покинуть эту деятельность. Я человек, который абсолютно не был к этому подготовлен. В общем-то, у меня не было необходимости ехать и зарабатывать деньги таким способом. Я сейчас очень страшная. да, вот так вот я выгляжу на работе. Здесь у меня даже разделены две зоны. Вот здесь вот большой стол. Здесь вот я грязная сижу. я очень люблю прийти с работы и выпить красного вина. Стакан красного вина. Вот. А за этим столом там вот чистая зона, где я уже утром после душа пью кофе. Вернее, душ я принимаю после сна. кофе я пью после сна, а душ принимаю сразу после работы. Потому что иначе невозможно. Мне кажется, что мне, на мне грязь со всего мира. Для меня сейчас единственное удовольствие с утра выпить кофе и приехать с работы и выпить бокал красного вина. Честно говоря, я не знаю, как здесь люди остаются, как они живут. Здесь много украинцев, которые живут здесь годами. И они занимаются вот этим вот сервисом. То есть это называется сервис-уборка. И женщины стараются себе получить права. Здесь нет общественного транспорта. чтобы иметь свои дома и самостоятельно их обслуживать. Я пока что работаю на своего босса, который платит мне половину из суммы, который платит заказчик. вот. И все это очень тяжело. Но я должна это выдержать. Я смогу. Поэтому подумайте, нужно вам это или не нужно. или вы можете обойтись, выжить у себя на родине и в общем-то чувствовать себя нормальным человеком. Хотя я должна сказать, что если первые дни меня шокировало то, что надо мной стоит индуска в шароварах и говорит мне, что веник нужно держать двумя руками, а не одной, то сейчас я стараюсь это воспринимать с юмором. Во-первых, во-вторых, в общем-то люди, у которых мы убираем, они все разные. Я стараюсь улыбаться, я стараюсь говорить по мере возможности, потому что у меня плохой английский. Вот. Некоторые дают чаевые, я рассматриваю фотографии, но честно говоря, индийские фильмы я больше не буду смотреть, потому что в каждом доме огромный плазмовый экран, на котором только индийское кино. Вот. И да, дома бывают очень грязные. если думаешь, что тебя это унижает, то можно сойти с ума, но как-то вот люди, которых мы обслуживаем, они воспринимают это как нормальные вещи. странно то, что в общем-то никто не думает, что вот этот клининг, это какая-то государственная, я бы сказала, программа, потому что используется куча химии. Соответственно, работают заводы, кто-то на этом зарабатывает. Кроме того, во многих семьях женщины больны на рак. Они либо умерли, либо все-таки пережили рак. Вот. И честно говоря, я бы клининг службу к себе не пустила никогда в жизни, потому что как она работает, все идет на время быстрее и быстрее. Чем быстрее, тем лучше. Чем быстрее, тем больше заработаешь. Чем быстрее, тем быстрее ты переедешь на следующий дом, значит, это деньги, значит, там еще заработок. Поэтому очень много химии, реактивной химии, как женщины работают, чтобы, например, газовую плиту смыть, туда наливается бог знает что, термоядерное, там просто вытирается тряпочкой, соответственно, эта химия вся остается на этой плите. Потом на этой плите хозяйка готовит еду своим детям, себе. это ужасно. Те же душевые кабины, чтобы их отмыть, поскольку речь идет о время деньги, неимоверное количество хлорки и как это называется софт скрафт, я даже выговорить не могу пока что, который вообще съедает все, льется на эти душевые кабины, все это просто вытирается бумажечкой, бумажным полотенцем или тряпочкой. В общем-то мне даже жаль этих людей, потому что они не знают, что их обманывают, они не думают над тем, что они оставляют на своих газовых плитах, на своих стенах, в своих душевых кабинах, где купаются дети. Вот. Но пока что это все. я пью свою красную вину, а вы подумайте. Перед отъездом в США у меня возникали очень плохие ассоциации. Когда-то я делала сюжет «Итальянский синдром». Сюжет был о женщинах, которые попали в Италию и не выдержали тех испытаний, которые там работали и подверглись насилию, психологическому, физическому, не выдержали переезда в другую страну и домой возвращались они психически больными людьми. Я ездила в психлекарню и записывала этих женщин. Конечно, лиц мы не показывали, но все это были страшные истории. У этих женщин были галлюцинации, они постоянно чего-то боялись, даже в окружении своих родных здесь, у себя дома, на Украине. Они не верили, что они дома, что они в безопасности и нуждались в медицинской помощи. Опять же, у меня была соседка, врач, перед отъездом я зашла к ней и сказала, что очень боюсь ехать. Она мне сказала, Света, эмиграция это не для всех. Она работала на скорой помощи и предупредила, что не один раз ей приходилось подъезжать к самолетам и снимать вот этих вот женщин, абсолютно невменяемых зарубежных рейсов. Для меня все то, что я увидела, то, что я пережила, тоже было испытанием. Еще раз хочу сказать, что это мои личные восприятия. И для многих людей то, где оказалась я, было абсолютно нормальным. В этом городишке проживало огромное количество нелегалов. Я была знакома с женщиной, которая 11 лет прожила в США, нелегально занималась черной работой, каторжной. В Украине она купила одну квартиру, другую квартиру, потом потребовался ремонт в этих двух квартирах. При этом она была вся больная, разбитая, она скопила какое-то количество денег, ну и, наверное, была счастлива. Для меня, в общем-то, жизнь не заключается в количестве денег. Для меня жизнь – это возможность заниматься любимым делом или хотя бы делом, которое близко мне по духу, на который я училась. Ну, в любом случае, это было испытание на вшивость, выдержу, не выдержу. Поэтому выхода от другого не было. Нужно было каждое утро просыпаться, ехать на работу и думать, что делать дальше. Пожалуй, эти 9 месяцев в Детройте я никогда не забуду. Люди, с которыми мне приходилось общаться, говорили, что наоборот мне повезло, потому что там, во-первых, дешёвая аренда, там есть работа, на которую возят, учитывая, что жить в США без машины очень проблематично, учитывая, что у меня там никаких прав. Поэтому многие старбайтеры, люди, которые остаются там нелегально, останавливаются именно в этом городишке, чтобы сэкономить женщины, мужчины, снимали какие-то комнатушки, жили такой коммунной, была общая кухня, общая ванна, как-то они к этому приспосабливались. Я настолько там всё ненавидела, я настолько там всё не могла воспринимать по сравнению с тем, где я жила, где оказалась. Итак, что же такое клининг-бизнес? Клининг – это уборки. Приходилось убирать огромные частные дома. Чтобы доехать к этим домам, требовалось большое время. Со мной в машине находилось несколько женщин, этих женщин нужно было развести по этим домам. Дома были двух-трёхэтажные, состояние домов зависело от того, каких клиентов нашёл себе хозяин этого бизнеса. Мне пришлось работать на трёх боссов, так сказать. Когда бизнес маленький, то хозяин этого бизнеса соглашается на будь каких клиентов. Клиенты могут быть очень разные. Как правило, это очень грязные дома, поскольку конкуренция в этом бизнесе очень высока, хозяева клининг бизнеса соглашались на любых клиентов, особенно тех, которые не очень раскрутились. У успешных бизнесменов дома были уже получше, почище, но эти дома отнюдь не отдавались новичкам, они отдавались тем, кто уже долгое время работал в этой системе. Мне же приходилось драйвить то, за что уже мало кто брался. Расскажу о некоторых особенностях. Дома индусов, как правило, были оснащены очень тяжелой дубовой мебелью. Это неподъемные стулья, такие же неподъемные столы, какие-то каменные такие вот банкетки. это огромные ванны, ванная порой могла состоять из нескольких комнат и огромные жилые комнаты. Все это нужно было мыть, пылесосить. Отдельное слово о пылесосах, то есть это не те домашние пылесосы, допустим, ручные, которые легко переносятся. Пылесосы были настолько тяжелые, порой вообще неподъемные, их нужно было заносить на второй, на третий этаж. Таких домов нужно было убрать за день два, а лучше три. На каждом этаже были ванные комнаты или несколько туалетов. Зеркала мыть до блеска, унитазы, под унитазом, полки, которые там были. Иногда эти полки были завалены какими-то вещами, туалетными принадлежностями. Все это нужно было передвигать. В общем, все должно было быть идеально чисто. Работать нужно было очень быстро. Опять же, кухня. На кухне нужно было все передвигать. Это были мраморные покрытия или деревянные дорогие покрытия на шкафах. Нужно было вымывать микроволновку, кофеварку. Американцы очень любят тостеры. Все это нужно было крошки выгребать. Последний момент мыть раковину и уже пол. Нигде не должно было быть ни пятнышка. Мраморные столы проверялись на свет. Кухни были огромные. Я помню, как меня поставили на один дом, где в подвале так называемый бейсмент. Было все в стекле, все в каком-то антиквариате. Страшно дорогие вещи, не дай бог эти вещи разбить или не поставить на свое место. Все эти полки стеклянные протирались. Времени на уборку дома катастрофически не хватало. Я также помню богатейшие огромные дома, где нужно было пылесосить все особым образом. Пылесос должен оставлять определенный рисунок. Иногда в помещении находились кошки или собаки и всегда предупреждали, что если не дай бог животное выбежит за двери, то придется платить огромный штраф. Как правило, эти дома имели несколько выходов, чтобы вынести мусор, а это такие огромные кульки. Нужно было выходить в гараж, там стояли большие такие коробки для сбора мусора. Как-то я вышла в гараж и бронированная дверь за мной захлопнулась, я не успела ее придержать. Телефон остался, естественно, за дверью, я не могла позвонить никому и сказать, что вот я в гараже и замерзаю. Это была зима, я старалась как-то двигаться, на мое счастье приехала хозяйка, потом об этом инциденте узнал мой босс, очень на меня кричал. Вообще, конечно, унижение, крики, оскорбления, нецензурщина, это, конечно, на каждом шагу, потому что ты никто, ты всего лишь уборщица. Я помню также, как меня поставили на огромный дом, который готовился к продаже, я должна была хлоркой вычистить белые шкафы, трехэтажный дом, в этих шкафах было бесконечное количество таких же грязных полок, но белых, эти все полки я обрабатывала хлоркой, и в заключение должна была вымыть пол. На этот дом мне дали 11 часов, и когда приехали проверять мою работу, сказали, что пол я вымыла плохо. В результате мне не заплатили ни копейки. На следующий день меня отправили перемывать этот же дом и этот же пол. Пришли риэлторы, которые выставляли какие-то там вазочки с цветочками, чтобы украсить и пригласить клиентов. Натоптали по свежевымытому, пришел мой босс, и опять забраковал мою работу. В химии используется огромное количество. То есть, женщины часто работают без защитных масок, без рукавиц. Даже если ты работаешь в защитной маске, ты не в безопасности, потому что все это летит на тело. Женщины, которые работали долго на этом сервисе, они, как правило, страдали. Страшные аллергии. Волосы у них осыпались, то есть, сидя сзади в машине, я видела их залысины. У них страшно болели суставы. Каждый раз, возвращаясь с работы, я плакала, так вот, отворачивалась к окну, чтобы никто не видел. Спать приходилось часа 4, потому что приезжая домой, я должна была все это смыть себя, покушать, что-то, может быть, приготовить. И подъем опять был в полпятого. Привозили нас, как правило, в девять, в полдесятого. Вот. А мне нужно было еще какое-то время, чтобы прийти в себя, чтобы элементарно переключиться, может быть, что-то посмотреть в онлайн, благо был интернет. Иначе я бы просто сошла с ума. Еще хочу сказать, добавить, что клиенты, конечно, были разные, в том числе были психически нездоровые. Я помню дом, где также его хозяйка писала записки. Эти записки были разбросаны по всему дому. Текст был такой вот «Помой меня здесь», «Помой меня здесь». Вот, например, она ложила листочек бумаги на унитаз и предупреждала, чтобы этот унитаз не забыли помыть. Либо эти листочки разбрасывала по всему полу и как бы на каждом листочке было написано, что где нужно убрать. Смотреть на это, конечно, было жутко и я мечтала только об одном, чтобы с этой хозяйкой не встретиться. Дома порой были настолько грязные, что вообще в голове не укладывалось, как там можно жить. Люди, хозяева этих домов, как правило, были очень богатые. Я помню также дом, где я убирала. В подвале сидел мужчина в бейс-рум. Этот подвал был оборудован под огромную комнату. Мужчина сидел, смотрел телевизор, там шли какие-то новости. Мужчина был мусульманин, очень злой, такие колючие глаза, и он буквально провожал меня всюду взглядом, куда бы я ни пошла. Также помню дом, где находилась большая собака. Собака была настолько невоспитанная, что постоянно проявляла агрессию. При всей моей любви к собакам, я ее очень боялась. Сначала эта псина стояла надо мной и требовала какие-то печеньки со стола. Потом почувствовала свою власть, то, что она все-таки хозяйка в доме, а не я. Она стала на меня рычать, если я делала шаг влево или вправо. Постоянно боялась, что она на меня бросится, и в результате позвонила своему боссу, который меня обругал за то, что я не вовремя закончила уборку. В сравнении с теми женщинами, которые занимались этим каждый день, я оказалась абсолютно неспособной к этой работе. Я оказалась гнилой и интеллигенткой. Я абсолютно не была приспособлена, и каждый день, возвращаясь домой, я понимала, что я умираю. Я не знала, сколько я еще смогу это выдерживать. То есть я собиралась накопить определенное количество денег и уехать в большой город. Но получилось все по-другому. Я в заключении хочу сказать, что те, кто получает деньги, кто получает помощь от своих мам, сестер, возможно, мужчин, должны помнить и знать, каким трудом все это дается. Должны ценить каждую копейку, каждый цент, каждый доллар и не проматывать, не прогуливать, а хотя бы пускать на какие-то нужные вещи, на образование, на бизнес, возможно. В Детройте я прожила 9 месяцев, потом переехала в Мэриленд. Мэриленд. Мэриленд.